Внимательно и с присущей борцам серьёзностью трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин выслушал приложение ульяновцев в народную программу «Единой России». Этим вопросом вплотную занимались в региональном штабе общественной поддержки партии. Штаб создан для координации. Заявки по вступлению, по сбору лидеров мнения для нас очень важны. И должен сказать, что это позволит нам проще объясняться в каждой из отраслевых средств. Больше месяца в регионе на восьми площадках собирались инициативы от профессионального сообщества. Каждая идея должна была отвечать на главный вопрос – как сделать жизнь граждан лучше. Подвёл итоги работы руководитель группы по сбору предложений в региональную часть программы Сергей Морозов. Такая тема несколько раз возникала. Как законодательно запретить. Такое необычное слово в рамках народной программы прозвучало. Мы обычно говорим, что нужно сделать, а это запретить дифференциацию заработной платы в компаниях, которые работают на территории нескольких субъектов. А вот из категории разрешите поддержать. К примеру, предусмотрены дополнительные меры поддержки по сбыту фермерской продукции. Также народная инициатива выступает за утверждение минимального дохода семьи с детьми, как в Советском Союзе. Есть предложение возродить на промышленных предприятиях службу цеховых терапевтов в школах, медицинские кабинеты. Лидеры общественных мнений также разработали программу поддержки предприятий, которые прививают здоровый образ жизни своим сотрудникам. Все тот же опыт из СССР. Первое, работодатель, который это делает, получит преференции при государственных закупках, торгах. Второе, то, что мы придумали при проведении разных наших конкурсов и выделении грантов, он получает также преимущественную поддержку. Сельские инициативы по части здорового образа жизни сводятся к одному. Сделать спорт доступным в каждом районе области, построить спорт-объекты и обзавестись хорошими тренерами.